Добрый день, глубоко уважаемые коллеги! Позвольте представиться, меня зовут Глушенко Владимир Анатольевич, я заведующий научным отделением анестезиологии, ренематологии и алгологии научного медицинского центра онкологии имени Петрова. Позвольте начать сегодняшнюю лекцию. В несколько добрых слов я бы хотел сказать о учителях, с которыми мне посчастливилось встретиться, которых я, может быть, надеюсь, научился чему-нибудь по жизни. Это я, выпускник сам Ленинградского санитарно-генического медицинского института, и хотел бы вспомнить бы Эмилия Давыдовича Костина, который еще в начале 50-х годов провел первую эпидуральную анестезию. Много очень сделал для организации работы Николай Андреевич Дольников для становления службы анестезиологии и реанимации в институте нашем. И Щелкунов Вадим Серафимович, представлять его, наверное, не нужно. Почему? Потому что на сегодняшний день, я уверен, врачи старшего поколения, наверное, подтвердят, что лучшая монография, которая у нас написана, была по региональной анестезии. Она называлась «Перидуральная анестезия». В 1974 году вышла потрясающая книга. К сожалению, их троих уже в жизни нет, светлая им память. И я очень рад всегда общаться с нашими патриархами региональной анестезии Виктором Ивановичем Страшновым, работой, которую по сочетанной спинальной эпидуральной анестезии они опередили в свое время. И уникальный человек, кандидат медицинских наук Виктор Пантелеймонович Кобрин. Самое большое количество эпидуральных анестезий в нашей стране на шейном уровне. Это его опыт. Кроме того, я бы хотел показать вам еще один слайд, уважаемые коллеги, потому что я буду часто в лекции ссылаться на своих учителей, на их опыт работы. Так вот, посмотрите, пожалуйста, обратите внимание на год авторского свидетельства, которое было представлено в Министерстве здравоохранения. В 1969 году устройство для автоматического введения жидких лекарственных веществ. Это опередило на 6 лет первые перфузоры, которые были созданы нашими коллегами на Западе. Кроме того, существовала непосредственно обратная связь с пациентом при введении препаратов, в частности в эпидуральное пространство, ориентировал на артериальное давление, степень изменения пульса, дыхание. Потрясающие, в общем-то, работы. И надо сказать, что осложнения, к сожалению, они всегда были, есть и будут, если мы говорим о нашей сегодняшней встрече. И можно, наверное, только добиться их снижения, если будут приняты основные меры предосторожности. Несколько строк из истории, которые показывают о возможности нейроаксиальных блокад. В частности, речь идет о спинальной анестезии. Работа 1902 года доктора Мортона. Это не Уильяма Мортона, это Мортон другой врач, тоже американец. По применению спинальной анестезии кокаином при различных операциях. И посмотрите, пожалуйста, операции, которые были выполнены под спинальной анестезией. Это ампутация верхних конечностей, резекция языка, тиридоктомия, резекция верхней челюсти, операции различные на лице. Причем не отмечено было ни одного летального исхода. Уникальные данные представил в свое время румынский хирург Томо Ионеску, который описал выше 6000 случаев спинальной анестезии, более 1000 случаев на шейном уровне, причем без летальных исходов. К сожалению, уникальные материалы, которые имел этот хирург, они сгорели в огне Первой мировой войны. И до наших дней доходят только отдельные статьи. И вот, в частности, фотографии доктора Тома Ионеска выполняет, обратите внимание, на шейном и на грудном уровне спинальную анестезию. Ну, конечно, нужно сказать, что это прошлое, но историю мы должны знать. Конечно, сейчас применять при таких операциях нейроаксиальной блокады, в частности, спинальную анестезию, никто не будет. И, уважаемые коллеги, возвращаемся непосредственно к теме нашей сегодняшней лекции. Классификации специальных, к сожалению, по региональной анестезии, единой такой классификации по осложнениям нет. Но вот я воспользовался классификацией, которая была в одной из работ Алексея Михайловича Овечкина. Классификация делится на инфекционные осложнения, эпидуральные, абсцесс, минингит. Обратите внимание, очень важный такой компонент, который, к сожалению, иногда возникает в нашей работе, независимо от нас. Это реактивация вируса герпеса, других вирусных инфекций, неврологические осложнения гематома позвоночного канала, повреждения нейрональной структуры, глобиликатетром, постпункционная головная боль, осложнения, связанные с развитием симпатической блокады, это гипотония и брадикардия, осложнения пункции катаризации эпидурального пространства и осложнения, связанные с введением препаратов. На некоторых этих осложнениях мы сегодня постараемся и остановиться. Итак, когда говорят об эпидемиологии осложнений, то чаще всего показывают работу наших французских коллег конца еще прошлого века, и говоря о том, что количество осложнений достаточно небольшое. Но здесь есть два но. Но первое. То, что часто если открываешь интернет, то там иногда читаешь такую фразу, что, извините, ссылка на эту работу уже оскомину набила, но я хочу сказать, что такого объема работ, но больше, в общем-то, на сегодняшний день нет. А кроме того, эта работа хоть и показывает нам то, что количество осложнений небольшое у авторов, смущает здесь один момент. Это то, что летальность, смерть наступала у лиц молодого возраста, как правило, спортсменов и ваготунников. Ну и кроме того, наверное, все-таки этот слайд, когда мы работаем с нашими ординаторами, еще, я бы сказал так, в кавычках, конечно, опасен тем, что, говоря о том, что количество осложнений нейроаксиальный блокад невелико, позволяет иногда нашим молодым коллегам использовать нейроаксиальные виды анестезии там, где они не совсем показаны, что приводит к увеличению, и надо сказать, что в последние годы идет увеличение осложнений, связанных с нейроаксиальными видами анестезии. Количество серьезных осложнений, как вы видите, в более поздних работах, оно тоже, в общем-то, у наших зарубежных авторов показано не такое большое количество, но, с другой стороны, я бы хотел бы сказать и обратить внимание, что очень большой разброс по количеству осложнений и что на самом деле связано и какая картина представляется в отношении осложнений при нейроаксиальных блокадах, однозначно на сегодняшний день сказать очень сложно. Мы в свое время посмотрели, провели очень такую тщательную работу по выявлению осложнений при спинальной анестезии и эпидуральной анестезии. Увидели, что при спинальной анестезии этих осложнений несколько выше, и в основном это артериальная гипотония, это брадикардия, достаточно высок процент после операционной тошноты и роты, и, конечно же, не решен вопрос возникновения постфункционных головных болей. Частота гипотонии встречается от 15% до 33% по данным авторов, это с профилактикой, без профилактики достигает иногда цифр 80% и выше, брадикардия до 13% случаев. Факторы развития артериальной гипотонии, они известны уже лет, наверное, 20 назад в одной из работ ауроя. Это исходное систолическое давление ниже 120 мм рт. столба, сенсорный блок выше уровня 5-го грудного дерматома, гиповолимия и гемоконцентрация, исходная воздилетация, спинномозговая пункция выше уровня L3-L4 и аортоковальная компрессия. Красным цветом сенсорный блок выше уровня 5-го грудного дерматома и спинномозговая пункция выше уровня L3-L4 помечены не случайно. Во-первых, в факторах риска развития брадикардии мы видим тоже, что сенсорный блок выше уровня 5-го грудного дерматома играет очень важную роль, как и исходная брадикардия, прием бета-адреноблокаторов, первый функциональный статус пациента по классификации риск анестезии ОСА и молодой возраст. В свое время мы попробовали посмотреть факторы риска развития артериальной гипотонии, какой из факторов играет наиболее высокий, имеет высокую ценность, в частности при спинальной анестезии, что означает цифра красным цветом, которую здесь мы видим. Это исследование статистическое по теории шансов. Так вот, если у пациента сенсорный блок выше 5-го грудного дерматома, то у этих пациентов в этой группе 8,4 раза больше риск развития артериальной гипотонии в сравнении с пациентами, где сенсорный блок ниже уровня 5-го грудного дерматома. И здесь посмотрите, пожалуйста, что как при артериальной гипотонии, так и при брадикардии очень высока роль предиктора. Это сенсорный блок выше 5-го грудного дерматома, так и уровень спинно-мозговой пункции выше уровня L3-L4. Это помогает нам определить варианты профилактики сердечно-сосудистых осложнений, которые бывают нефармакологическими методами, так и фармакологическими методами. К нефармакологическим методам относятся методики, которые ограничивают уровень симпатической блокады. Первое – это техническая составляющая. Если мы используем пункцию в положении сидя и используем непосредственно гиперборический раствор, то при быстром переводе пациента из положения сидя в положение лёжа мы видим, что гиперборический раствор местного анестетики он стекает на грудной уровень, что способствует очень высокой досимпатизации и риску развития артериальной гипотонии. Предлагается профилактика гематензии использовать различные модифицированные методики, в частности сидельный блок. Это малые дозы гиперборического местного анестетика. Это экспозиция 10-15 минут. И есть одна ещё сложность – это скорость введения 0,5 мл в минуту. Ещё Сергей Сергеевич Юдин в своей работе «Спинномозговая анестезия» писал, что особенность и сложность медленного введения раствора местного анестетика сводится к тому, что рука может менять несколько положений, что способствует дислокации иглы, находящейся непосредственно в субарахнодальном пространстве. Поэтому в этом плане скорость введения, конечно, достаточно сложно выдержать именно эту скорость введения. Создание односторонней спинальной анестезии. Видите, здесь работа довольно любопытная. Клинический пример роста синтеза у пациенток 102 и 109 лет. Тоже использование непосредственно положения лёжа на больной стороне, использование гипербарического раствора бупивокаина в малых дозах, но с небольшой, очень небольшой дозой фентанила. Экспозиция тоже порядка 10-15 минут, что приводит к уровню сенсорного блока со стороны операции до 7-го грудного дерматома, а с противоположного до 12-го грудного дерматома. То есть общая зона досимпатизации, она не столь большая, и это способствует невыраженным изменениям гемодинамики. К профилактике артериальной гипотонии при спинальной анестезии можно отнести, в частности, использование небольших доз местного анестетика в сочетании с фентанилом. Мы видим на этом слайде, где просто чистый местный анестетик используется, выраженные изменения, довольно выраженные изменения гемодинамики, а есть местный анестетик даже в меньших дозах нос, как адювант используется фентанил, колебания артериального давления меньше. Но, к сожалению, то, что могут позволить зарубежные коллеги, мы использовать фентанил интератекально на сегодняшний день, к сожалению, не можем. Поэтому, наверное, нужно говорить о том, что одной из оптимальных методик коррекции артериальной гипотонии, кроме модифицированных методик, о которых мы, некоторых которых мы говорили чуть выше, является то положение, что нужно устранить непосредственно основной патогенетический фактор гипотонии, а именно вазодилитацию. И высокая степень очень достоверности последних исследований говорит, что при развитии гипотонии связаны с неороксиальными блокадами в целом, не только при эпидуральной анестезии, но при нормовой лимии, это нужно подчеркнуть, следует использовать вазопрессоры. Вазопрессоры. Классификация вазопрессоров на сегодняшний день, она хорошо известна. Трудно сказать, какой больше препарат сейчас все-таки применяется из опыта работы, скажем, наших отечественных анестезиологов. Будь то допамин, наверное, все-таки в большей степени то, что приходится видеть, это использование норадреналина за счет его воздействия на альфа-рецепторы и на бета-1 рецептор. Хорошо известно, в общем-то, и дозируется, как этот препарат. Также довольно широко используется мезотон, альфа-адреномиметик, но нужно помнить только одно, что, используя избирательный мезотон, мы можем способствовать развитию брадикардии, поэтому сочетание, конечно, как правило, идет мезотона с эмхолинолитиком-атропином. В случаях, если происходит резкое снижение артериального давления, препаратом выбора является адреналин. Нужно только помнить о том, что период полураспада адреналина порядка 40 секунд, и он очень быстро заканчивает действие, поэтому у врача-анестезиолога есть небольшое время, когда он после введения адреналина и стабилизации артериального давления должен использовать еще какую-либо методику для того, чтобы поддержать артериальное давление. Мы возвращаемся к вопросу уровень пункции выше L3-L4. Вот есть ли проблема в этом вопросе? Давайте с вами посмотрим. Во-первых, окончание спинного мозга оно невариабельно достаточно и встречается, вы видите, в четырех вариантах здесь представленных, а возможно еще и в большем количестве. То есть, непосредственно спинной мозг заканчивается не на уровне просто L1-L2, но и на других уровнях. Кроме того, линия Тюфье, она рентгенологически оказывается у мужчин на уровне L4, а у женщин на уровне L5. Вот это достаточно важный момент. И вот в свое время мы провели исследование у больных травматологического профиля и получили результаты, кстати говоря, достаточно позитивные в сравнении с коллегами, скажем, Рейнольдсом, которые приводят гораздо худшие цифры, но цифры, которые нас ни в коем случае не удовлетворяют. Мы пытались определить выбор места пункции, а именно L3-L4. Определяли этот уровень врачи-анестезиологи, имевшие стаж работы по выполнению спинальной анестезии 5 и более лет. И посмотрите, пожалуйста, оказывается, частота неудач вне зависимости от положения пациента либо сидя, либо лежа на боку, она достигала порядка 41-47%. И самое страшное, что ошибка была в сторону более верхних позвонков, то есть межостистых промежутков. То есть мы думали, что мы находимся на уровне L3-L4, а на самом деле находились уже на уровне 2-3, а пункцию решали провести не на уровне L3-L4, а на уровне 2-3, то есть ошибочно уже шли на уровень L1-L2. А это один из предикторов развития артериальной гипотонии и бродикардии. Почему это возникает? Ошибка возникает чаще всего тогда, когда мы пытаемся определить линию тюфье у пациента по верхним остям подвздошных костей, как вы здесь видите, и пальчики наши как бы соскальзывают, особенно у пациентов с так называемой жирной кожей, у пациентов с морбидным ожирением. Пальчики наши соскальзывают с этих остистых, с подвздошных костей непосредственно вверх, и поэтому происходит нарушение ориентира межостистого промежутка. Какой вывод можно сделать? Нужно пунктировать как можно ниже из наиболее хорошего промежутка, потому что в принципе показания к спинальной анестезии это операции на... Это урология, это ряд гинекологических операций, кесарево сечения и нижние конечности, когда мы можем достичь непосредственно необходимого уровня и с довольно низкого уровня пункции. 1928 год. Юдин. Из всех теневых сторон спинномозговой анестезии это самое тягостное и неприятное. Надежно устранить появление головных болей мы до сих пор не можем. Это фраза 1928 года. На сегодняшний день мы, наверное, тоже должны констатировать непосредственно эту проблему очень серьезную, особенно в акушерстве. Поэтому выходят клинические рекомендации по постфункционной головной боли. Клинические рекомендации Федерации анестезиологов и аниматологов в прошлом году. Частота развития постфункционной головной боли она по данным различных авторов достаточно различна. Да, и я бы сказал бы в областях различных она различна. В большей степени это, конечно, проблема акушерских врачей, анестезиологов. Спонтанное разрешение постпункционных головных болей возникает, обратите внимание, что 24% исчезает, если они возникли в первые два дня. Но уже в первые два дня возникает головная боль не только у пациента, но и у лечащего врача, родственников, но и естественно у врача-анестезиолога. И поэтому это достаточно вырастает в серьезную очень проблему. На сегодняшний день, к сожалению, если мы говорим о патофизиологии возникновения головных болей, сказать сложно, какая теория более правильная и превалирует. На сегодняшний день все-таки теория, которая уже практически 100 лет, это уменьшение гидродинамического давления непосредственно в спинномозговом канале ликвора за счет того, что происходит перфорационное отверстие и происходит истечение истечения ликвора. Хотя это, наверное, и в ответ на это происходит при изменении положения тела пациента, натяжение черепно-мозговых нервов и возникает отсюда головная боль, еще и связанная с расширением сосудов головного мозга. Но нужно сказать, что это, наверное, не единственная все-таки теория, потому что есть экспериментальные данные, которые показывают опыты на добровольцах, тогда, когда пунктировано и повреждена внутренний листок твердой мозговой оболочки иглой с 16-18 генч, вытекает большое количество ликвора, но при этом пациенты не испытывают никаких неприятных ощущений. Основные факторы, вызывающие частоту возникновения головных болей, это молодой возраст, это низкий низкий индекс массы тела пациента, у женщин чаще возникают головные боли, головные боли в анамнезе, повторные непосредственно попытки пункций, расположение среза иглы во время пункции, об этом мы с вами скажем чуть-чуть попозже, и седьмой фактор, один из основных, это, конечно, не всего 7 факторов, их гораздо больше, но вот этот фактор очень интересный, это способ удаления иглы, игла должна удаляться не со шприцом, а уже вставленным мандреном в иглу. Диаметр иглы, на сегодняшний день иглы, модификация игл, который предложил в свое время Квинке, и модификация игл Ауитакра, получившая название игл каранташной заточки, и отличаются они, по сути дела, иглы-карандашной заточки тем, какой размер апертуры и какое расстояние от дистального отдела иглы до апертуры, до апертуры. Если мы посмотрим что и увидим данные, то что чем игла тоньше, тем меньше риск возникновения головных болей, как при иглах режущих, так и при иглах карандашной заточки. Возможно, это связано непосредственно с повреждением твердой мозговой оболочки. Это слайд из нашей экспериментальной работы. Иглы типа Квинки делают ровный разрез, как в своей монографии пишет Ефим Мунич Шифман, напоминающий крышку бидона смещенную. А при использовании игла от Роукан, это модификация режущей иглы, но точно такие же перфорационные отверстия возникают при использовании игл карандашной заточки. Обратите внимание, рана рваная. Возможно, поэтому здесь два момента. Из вот такого перфорационного отверстия ликр вытекает в большем объеме и быстрее. И второе заживление раны в данном случае, это карандашная заточка или в данном случае игла типа Аутроукан происходит быстрее. Почему? Потому что на нити фибрина на такую рану выпадает быстрее и закрывает это перфорационное отверстие. И мы видим действительно, что режущие иглы типа Квинки в отличие от игл Аутроукана происходит потеря жидкости больше, чем при использовании игл карандашной заточки. Поэтому на сегодняшний день считается, что использование игл карандашного типа приводит к снижению частоты развития постпункционных головных болей и до сих пор много разговоров и актуален наверное все-таки на сегодняшний день постулат Гастона Лобата при люмбальной пункции необходимо располагать срез иглы вдоль оси спинного мозга, чтобы раздвигать, а не разрезать волокна твердой мозговой оболочки и на этом рисунке хорошо видно как должна быть рисочка направлена риска на павильоне спинальной иглы. Но на сегодняшний день данные сканирующие электронные микроскопии показали, что твердая мозговая оболочка состоит не из параллельных или продольных волокон, а из хаотично концентрически направленных волокон. И необходимость продольного введения иглы сейчас считается из-за продольного натяжения мозговых оболочек, особенно в вертикальном положении и его влияние на образование дефекта павутинной оболочки. В этом механизм уменьшения головных болей. Ну, нужно также помнить, уважаемые коллеги, чем мы с вами работаем. Вот в данном случае вы видите 300-кратное увеличение дистального отдела игл, и мы видим, что это далеко, и эти иглы далеки от совершенства. И возвращаясь к вопросу, как снизить риск развития постфункционных головных болей, нужно сослаться на доказательную медицину. При выполнении субархнодальной пункции иглами квинки срез иглы должен быть ориентирован параллельно оси спинного мозга, что снижает риск возникновения головных болей. Степень доказательства первого уровня. Степень доказательства второго уровня. Уменьшение диаметра используемой иглы снижает частоту возникновения постфункционных головных болей. И третье, для снижения частоты постфункционных головных болей рекомендуется перед удалением иглы ввести в ее просвет стилет. Это то, что с позиции техники выполнения непосредственно спинальной пункции. если мы с вами посмотрим на лекарственную профилактику постфункционных головных болей, то одним из самых эффективных методов, если не самым эффективным методом, рекомендуется эпидуральное введение морфина в дозировке до 3 миллиграмм. Нужно сказать, что на мой взгляд этот постулат ну наверное действительно он дает хорошую степень профилактики, но этот постулат на мой взгляд он очень опасен. Почему? Потому что мы знаем, что морфин гидрофильный и действие этого препарата растягивается иногда до 24 часов, а если откроем фармакологию, там иногда цифры пишутся больше. И если у нас повреждена внутренний твердой мозговой оболочки, а в эпидуральное пространство мы вводим с вами морфин, то совершенно спокойно этот препарат может распространиться непосредственно краниально, воздействовать на дыхательный центр и приводить к расстройствам дыхания. В литературе, в частности у профессора Овичкина, описано этот случай при выполнении комбинированной спинальной эпидуральной анестезии, когда морфин был введен эпидурально для пролонгирования анальгезии в послеоперационном периоде. Поэтому, конечно, это нужно использовать эту методику с большой-большой осторожностью. Использование внутривенного препарата Косинтропина считается очень высокой степень доказательности его. У нас появился совсем недавно аналог этого препарата. Это препарат аналог АКТГ. Опыт, к сожалению, при использовании этого препарата у меня и у моих коллег нет. Использование аминофилина снижает частоту возникновения головных болей при внутривенной дозировке 1 мг на килограмм массы тела. Тоже высокая степень доказательности. Если говорить о самой профилактике, то я, наверное, должен согласиться с профессором Рафмалом, который в одной из своих последних монографий, писал о следующем. Если есть возможность при спинальной анестезии отказаться у лиц моложе 25 лет. Правда, здесь выпадает основная какая группа? Основная группа это лица акушерского профиля. Поэтому вопрос, конечно, здесь до сих пор на сегодняшний день открыт. Это серьезная проблема. Если мы говорим об алгоритме лечения постфункционных головных болей в основе стандарта инфузионной терапии до 502 литров, постельный режим, назначение анальгетиков, выполнение специфической лекарственной терапии, о которой мы сейчас с вами чуть поговорим, и при неэффективности это метод эпидурального введения аутокрови. Постельный режим и нагрузка жидкостью и кофеин. Очень много различных работ, опровергающих точку зрения одной и другой, и даже наши коллеги зарубежные опубликовали такую работу, миф жидкости, постельный режим и кофеин, эффективный для профилактики лечения пациентов с постфункционной головной болью. Наши украинские коллеги, кстати, блестящая обзорная статья, ссылка на собственный материал, я очень рекомендую ее почитать, они даже так немножко съерничали. Плюсы такого лечения заключаются в его необременительности и безопасности. Лежать и принимать кофеин может большинство пациентов. Правда, я сомневаюсь, что можно выпить до 15 чашечек кофе в течение суток крепкого кофе, чтобы добиться необходимого уровня кофеина. Но в то же время нужно сказать, что если мы откроем наши рекомендации ФАР, то мы увидим, что кофеин как лечение это один из высокой степени достоверности, 1А. Один из вариантов замены кофеина это тоюфелин. Начальная доза составляет средним где-то 400 миллиграмм в сутки. Проблема существует здесь еще и в том, что в Российской Федерации к сожалению внутривенная форма кофеина не зарегистрирована. Не зарегистрирована. Поэтому рекомендуется кофеин либо ПРОС использовать официально, либо непосредственно уже подкожно в дозе 100-200 миллиграмм 2-3 раза в сутки. Другой препарат имеющий высокую степень достоверности это габапентин. Начальная суточная доза составляет 900 миллиграмм и можно использовать максимально очень большая доза 3600 миллиграмм следуя инструкции. Довольно любопытное использование гидрокортизона. Показано несколько очень интересных работ было проведено по использованию гидрокортизона с целью уменьшения головных болей и высокой степени достоверности. Первоначально используется внутривенно 200 миллиграмм гидрокортизон, затем по 100 миллиграмм каждые 8 часов в течение 48 часов. При этом удивительно, что дексаметазон и преднизолон не имеют убедительной доказательной базы в отношении как предупреждения, так и лечения головных болей. Препарат, который в свое время достаточно мы широко использовали сумотрептан препарат, который используется при лечении мигрени у пациента. Были различные формы, в частности интраназальная форма была очень удобная, но вот по последним данным большой доказательной базы по эффективности этого препарата данными последних исследований не получены. И если ничто не помогает, то как последний вариант использовать применение эпидурального пломбирования крови. Объем вводимой крови достигает порядка 20 мл. Это у взрослых. Если возникает боль при введении этой дозы, то дозу нужно уменьшить в ожидательной позиции. Если в течение нескольких минут боли исчезают и можно повторить дальше введение, если они вновь появляются, введение прекращается. У детей есть опыт использования и применения. У нас этого опыта нет, но по литературе мы читали об этом. Использование эпидурального пломбирования в дозе аутокровь 0,4 мл. на килограмм. Но доказательная база не очень высокая, хотя авторы отмечают в своих случаях эффективность использования данной методики. Когда проводить пломбировку? Обычно рекомендуют выждать 24-48 часов. Во-первых, может быть головная боль и сама пройдет на фоне другого лечения или без лечения. Позволяет это время подтвердить диагноз. И кроме того, нужно сказать, что за это время возникает асептическое воспаление и непосредственно элементам крови легче закрыть перфорационное отверстие при наличии септического воспаления. При первой пломбировке успех достигается до 75%, при использовании второй пломбировке 50% успеха. Авторы отмечают очень высокую эффективность этой методики. Замена аутокровия физиологическим раствором такие работы существуют. Но лично меня смущает тот факт, что эпидурально нужно вводить очень большие объемы литр-полтора литра в сутки, то есть в час где-то 40-60 миллилитров в час при помощи инфузионной помпы. Поэтому я, честно говоря, не рекомендовал бы использовать эту методику, хотя существуют работы, которые показывают эффективность среди случаев применяемого метода. Так же как и использование декстеранов или ГЭКов при гидроксидилированных крахмалах при введении в эпидуральное пространство. Но нужно сказать, что как декстераны, так и гидроксидилированные крахмалы, так и непосредственно конечно же жидкость, они хуже все-таки чем аутокровь, закрывают перфорационные отверстия по своим физическим просто качествам. И очень интересная методика, которую мы несколько раз пробировали и очень получили хороший метод. Методика предложена была еще в далеком 1908 году. Это блокада крылонебного узла. Крылонебный узел можно блокировать уколом через кожу, носовую или ротовую полость. А также чем эта методика еще хороша и интересна можно использовать обычный тампон или аэрозоль введенный глубоко в нос, так как узел находится очень близко под слизистой на глубине всего 1-2 миллиметра. Те случаи, когда этот способ не помогает по всей видимости узел находится на большей глубине чем 1-2 миллиметра. Также существует двухсторонняя блокада большого затылочного нерва, но нужно отметить, что и в рекомендациях ФАР, и, наверное, в практике эффективность региональных методик анестезии, как изолированного лечения постпункционных головных болей, не умеет убедительно доказать и используется как компонент терапии. Синдром приходящих неврологических расстройств. Болевой синдром в области пункции и радиации в ягодице и нижней конечности без сенсомоторных нарушений. Частота встречаемости от 0,2 до 40% клинически проявляется в первые сутки, длится от 2 до 7 суток и эффективно купируется мистероидными противовоспалительными препаратами. В свое время мы посмотрели действительно наличие этого синдрома у пациентов оперированных в условиях нейроаксиальный блокад и в частности спинальной анестезии и обратили внимание, что основными предикторами является литотомическое положение, длительность операции более 3-х часов, это повышенный индекс массы тела. Да, с местным анестетикам это было связано при использовании лидокаина мы отметили большую частоту возникновения данного синдрома, хотя нужно сказать о том, что мы осваивали методику как раз спинальной анестезии на лидокаине. Возможно, роль тут сыграло еще и то, что опыт врача-анестезиолога был не столь высок в выполнении спинальной анестезии, когда мы перешли уже на использование боповикаинов. Но здесь наверное больше меня лично смущает другое. Вот эти три первых предиктора. Уважаемые коллеги, давайте мы опросим наших пациентов, оперируемых под общую анестезию, особенно при использовании миорелаксантов. То же самое мы с вами получим. Поэтому я наверное здесь соглашусь с Ефимом Муниевым Шифманом, который в одной из своих публикаций пишет, что данный синдром по всей видимости несколько надуман для нейроаксиальных блокад. Частота возникновения эпидуральной гематомы, факторы риска, это исходные нарушения свертывающей системы крови и травматичный характер пункции. При спинальной анестезии частота возникновения гематом меньше, чем при эпидуральной анестезии. Но надо отметить следующее. Посмотрите, пожалуйста, что на фоне не только гепаринотерапии происходит увеличение риска образования гематом, но и наши зарубежные коллеги, авторы, которых представлены в данной ситуации, на данном, простите, слайде, показывают разброс, очень большой разброс и достаточно пугающие цифры, 1 на 3600, 1 на 6600, когда возникала эпидуральная гематома при без использования гепаринотерапии. Нужно сказать, что использование различных препаратов, влияющих на свертывающую систему крови, будет продолжаться и увеличиваться в связи с успехами интернационной кардиологии, поэтому очень важно всегда придерживаться тех правил выполнения, о которых мы с вами скажем через буквально слайд, а возвращаясь к гематомам, нужно сказать следующее, нужно как можно быстрее их диагностировать. Диагностировать бывает достаточно сложно, почему, потому что гематомы могут возникать и на вторые сутки, и в ночное время, и здесь есть определенные объективные, субъективные сложности постановки диагноза, когда пациент начнет непосредственно жаловаться на нарушение движения в конечности. Если мы диагностируем гематому и проводим экстренную ляминоктомию с удалением этой гематомы, в первые 8 часов наиболее максимальное восстановление. Хуже, если мы до 12 часов восстанавливается всего 66% пациента восстановления двигательной активности, а в интервале 12-24 часа восстанавливаем всего 36 часов. Здесь можно было бы еще одну строчку сделать, более 24 часов, данное в литературе неизвестно, отсутствует. Поэтому мы должны для профилактики образования гематом, кроме технической составляющей, ориентироваться также на основные принципы проведения региональной анестезии и применения антикугулянта. Следующий слайд, к сожалению, уважаемые коллеги, не очень читабельный, но мы попытались свести сюда все материалы, которые мы нашли в литературе, так, чтобы вы могли ими пользоваться в своей практике. Здесь представлены почти все препараты, которые используются в нашей повседневной деятельности, с которыми мы сталкиваемся. Инфекционные осложнения менингит, чаще всего вызывается альфа-гемолизирующим стриптококком и развивается чаще всего через сутки после проведения анестезии. Эпидуральный абсцесс встречается достаточно редко по данным литературы, это единичное сообщение и обычно связан с длительным нахождением непосредственно катетера. Важный момент это наша етрогения. Это описано 4 случая етрогенного менингита после спинальной анестезии у одного и того же анестезиолога. С чем это связано? Скорее всего это действительно какой-то вариант етрогении. А вот эпидуральный абсцесс связан с высеванием стафилокока из носа анестезиолога. Необходимо выполнять тщательные шиосептики и антисептики, а именно мыть руки перед выполнением любой процедуры, в том числе регионарной анестезии. Украшения часы, кольца, браслеты должны быть удалены и стерильные перчатки не как замена мытья рук. Я бы хотел бы остановиться на некоторых технических особенностях выполнения нейроаксиальных блокад, а в частности на таком понятие, которое в свое время Виктор Пантелеймонович Кобрин ввел еще в далеком 1968 году. Что такое зона безопасности? Зона безопасности это расстояние от дистального отдела иглы до внутренней листкой твердой мозговой оболочки. Вот это зона безопасности красным цветом. Она рассчитывается по следующей формуле, она на первый взгляд достаточно сложная. Зона безопасности зависит у нас от абсолютной величины эпидурального пространства, иглы вкола и иглы заточки. Расчеты нам позволили создать номограммы безопасности, зон безопасности для использования игл-туохи различного диаметра. И обратите внимание, что по этим номограммам видно, что зоны безопасности на поясничном уровне меньше, чем на грудном уровне. Что для практического врача дают эти номограммы и понятие зон безопасности? Для того, чтобы увеличить зону безопасности, нужно максимально допустимым краниальным направлением производить пункцию из всех возможных вариатов, которые позволяют нам в данном случае межостистый промежуток. Кроме того, риск повреждения внутренней листка твердой мозговой оболочки, ориентируясь на величину зоны безопасности, выше непосредственно в поясничном отделе, что и доказывает последние данные, которые мы имеем в литературе по непреднамеренному повреждению внутренней листка твердой мозговой оболочки. Исследование также показало о том, что величина зоны безопасности при использовании парамедианного доступа в два раза больше по сравнению с срединным. То есть парамедианный доступ в этом отношении более безопасен, чем срединный. Перфорация твердой мозговой оболочки при эпидуральной пункции встречается в ряде случаев описаны до колоссальной величины 6,5%, но чаще всего это где-то 1-2%. Риск возникновения головной боли крайне высокий и риск возникновения очень тяжелой формы протекания головного болевого синдрома. Здесь существует еще опасность кроме развития постфункционных головных болей развития спинального блока так называемой бульбарной грозы. В данном случае мы приводим клинический пример, который, к сожалению, закончился печально. Острокишечная непроходимость выполнена непреднабмеренное повреждение твердой мозговой оболочки при пункции эпидурального пространства на уровне 6-7 грудной дерматом. Тест доза лидокаина 80 мг развития рефракторной гипотонии и асистолии. Здесь, конечно, нужно отметить то, что тест доза для грудного отдела никак не может быть непосредственно 80 мг, а кроме того, на фоне острой кишечной непроходимости и общей дегидратации пациента. Одна из причин непреднамеренного повреждения твердой мозговой оболочки это отказ от методики долиотти, потери сопротивления продвижения иглы при непосредственном давлении на поршень шприца с раствором натрия хлора и газовым пузырьком. Почему? Потому что в этот момент мы можем с вами пропустить отсутствие желтой связки на своем пути. Оказывается, незаращение желтой связки по средней линии наблюдается в ряде случаев до 30%. Обратите внимание, очень часто выбранные, мы выбираем этот уровень пункции при различных операциях на нижней половине брюшной полости, малотаз, нижней конечности. неправильное расположение эпидурального катетера. Эпидуральный катетер находится внутри вены. Способ диагностики аспирационная проба. Катетер примерно такого же диаметра, как вена. Очень трудно получить обратную кровь, и мы видим ситуацию, вроде кровь, вроде бы не кровь, вроде положительная проба, вроде отрицательная проба. тест дозу в данной ситуации, тест-пробы добавляется непосредственно введение адреналина в катетер, и сразу же мы должны смонитарировать пульс артериального давления, при введении адреналина у нас непосредственно отреагирует и пульс, и артериальное давление. Узлообразование. Узлообразование по последним данным даже считается выше, чем 1 на 2-3 тысячи эпидуральных анестезий. Это то, что мы имеем в нашем архиве. Это не вот этот узел, который получили в свое время непосредственно в нашем институте, в свое время это Ленинградский санитарно-генетический медицинский институт, это узлы, которые нам дали, вот эти вот узлы нам предоставили наши коллеги по городским отделениям. И вот здесь видно, что одна из ошибок состоит в том, что катетеризировался в начале сосуд, и под давлением вводился дальше катетер, и происходило узлообразование. Узлообразование происходит достаточно часто в нашей практике, об этом мы в общем-то даже и не знаем, что образовалась петля, но чтобы непосредственно петля образовалась в узел, то необходимо довольно большое заведение катетера. В литературе пишет более 3 сантиметров, 5 сантиметров. Нами было проведено более 6 тысяч экспериментальных опытов. Никогда при заведении глубже, чем меньше, вернее, чем 7 сантиметров мы не получали непосредственно узлообразования. Почему даже видно по вот этим непосредственно этапам образования узла довольно длинный должен непосредственно быть дистальный отдел катетера, чтобы произошел обнос петли и затягивание узла. Поэтому ошибка состоит в том, что мы неправильно по всей видимости извлекаем иглу. Вот стандарт, который пишется в литературе. Для предупреждения непреднамеренного вытягивания катетера вместе с иглой катетер следует осторожно проталкивать навстречу медленно извлекаемой игле. Совершенно верно. Но вот непосредственно чего мы больше боимся? Мы боимся с вами удаления катетера в момент извлечения иглы. Поэтому автоматически давление больше всегда вот этой кистью оказывается пальцами этой кисти на катетер, чем пальцами этой кисти на извлечение иглы. И больше размер катетера уходит непосредственно в эпидуральное пространство. Хорошо, если мы посмотрим после заведения катетера на риски и подтянем на необходимый уровень катетер. если мы этого не делаем, то риск узла образования он возрастает. Отклонение игл к винке, спинальных игл при пункции. В данном случае мы видим используется банан при обучении анестезиологов пункции. В данном случае картофель. Обратите внимание, что тонкие иголочки они изгибаются. И вот здесь есть одно очень серьезное но. Если мы откроем практически любое издание, любую монографию, посвященную спинальной анестезии, мы увидим фразу для того, чтобы идентифицировать, что мы находимся в субарахнодальном пространстве, нужно повернуть риску иглы на 12 часов, на 3 часа, на 6 часов и на 9 часов и получить ретроградный ток ликвора. То есть в этот момент происходит движение этой иглы по окружности и мы вводим специальный термин эффект циркуля, потому что что встретится на при движении при поворотах этой иглы навстречу какие ткани сказать очень сложно и какие повреждения могут быть тоже сказать очень сложно. Синдром передней позвоночной артерии, вялый пролич нижних конечностей, травматичная пункция, причина снижения спинномозгового кровотока, аномалия воскулиризации спинного мозга. И здесь нужно отметить очень интересную работу академика Скоромца и соавторов, показавших варианты воскулиризации спинного мозга. Примерно 16% общей популяции населения имеют вот такую воскулиризацию. Поэтому повреждение в данном ситуации артерии Адамкевича в результате травматичной пункции, либо использование очень интересной мысли, высказал в свое время Ефим Мунич Шифман, использование эпидуральной пломбировки в данной зоне при повреждении внутренней листкой твердой мозговой оболочки и давление на сосудистое непосредственно образование эти может конечно привести к развитию непосредственно вялого паралича. Об этом нужно помнить. Препараты и скорость их введения. На сегодняшний день интеротекально мы можем использовать препараты бупевокаина. лидокаин если в инструкции есть запись не везде во всех инструкциях лидокаина есть запись возможности использования лидокаина рупевокаин хирокаин и удивительно можно использовать адреналин к этому мы вернемся. Эпидурально лидокаин бупевокаин рупевокаин морфин промедол и адреналин с фентанилом но по вопросу адреналин с фентанилом мы и морфин на сегодняшний день Пока вопрос для меня не очень понятен, конечно, если кто-то в вопросах-ответах мне даст точную ссылку на возможность использования, скажем, морфина. Я был бы очень благодарен. Кроме того, нужно помнить, что в инструкциях к препаратам на использование лидокаина эпидурально не описана техника. Это тоже один из таких юридических моментов техника использования, не введения, а дозировок препарата лидокаина при проведении эпидуральной анестезии. В свое время профессор Горобец написал очень интересную статью в журнале «Регионарная анестезия. Фентанилиада необыкновенная» или «Обыкновенная история эпидурального фентанила», а также метода мультимодально комбинированной анестезии со счастливым концом. Смысл которой состоит в том, что суть предлагается при травматичных операциях методика, которая представляет собой трехкомпонентную эпидуральная анальгезиез, рапивокаин, фентаниел, адреналин, смесь хорошо известная как смесь Бревика и наркоз с сивофлюраном. И получил непосредственно разрешение по использованию данной методики, по применению этой методики, вы обратите внимание, от Минздрава, как использование высокой технологии. И в то же время, примерно в это же время, через, обратите внимание, это у нас одиннадцатый год, а это разрешение было получено в десятом году. Один из наших коллег, который защищал, готовился защищать докторскую, защитил ее, с чем мы его и поздравляем, он написал письмо непосредственно в Минздрав, понимая, что в ВАТе могут возникать иногда проблемы, можно ли использовать фентанил и адреналин. И получил ответ. Обратите внимание, Департамент государственного регулирования обращения лекарственных средств в ответ на ваше обращение сообщает следующее. Информируем, что в период с 1 сентября 2010 года по настоящее время разрешение на проведение клинических исследований лекарственных препаратов для медицинского применения фентанил и адреналин по протоколам, предусматривающим эпидуральное введение указанных лекарственных препаратов, Министерством здравоохранения и социального развития не выдавались, господин Сакаев. То есть мы сталкиваемся с тем, что правая дверь, наверное, не знает то, что делается там в левом кабинете. Мы очень долго обсуждали этот вопрос на обществе, и академик Полушин Юрий Сергеевич, он так выбрал, наверное, такую золотую середину этого вопроса. Юридически имеем мы право использовать смесь бюревика или нет. Если методика выполняется четко по разрешению, которую получил профессор Горобец, использовать эту методику можем. Если мы отходим с вами в сторону, это могут быть юридические коллизии. Адреналин. Посмотрите, пожалуйста. Для спинномозговой анестезии в инструкции можно вводить 0,2-0,4 миллиграмма. Это инструкции, которой мы пользуемся непосредственно при использовании адреналина для других целей. Здесь же также, если обратите внимание, можно использовать при асистолии внутрисердечно. В общем-то, конечно, вызывает иногда наши инструкции очень большое удивление. Системные токсические реакции при проводниковой анестезии, они все-таки выше, чем при эпидуральной анестезии. Как правило, это связано с нашей технической ошибкой. В частности, вот пример. Через эпидуральный катетер, кончик которого оказался в сосуде, ввели бупивокаин, получили психическое возбуждение наджелудочковую тахикардию, вводили клофелин, затем лидокаин, затем пропофол, без успеха. Инфузия липидной эмульсии устранила все симптомы. И несмотря на то, что частота возникновения системной токсической реакции на местной анестетике низкая, мне кажется, не очень правильная фраза, несмотря на большого уважения к нашим зарубежным коллегам, не такая уж, мне кажется, и низкая, особенно если не в руках анестезиолога, но ее следует считать клинически значимой. И поэтому на Евроанестезии 2010 отмечено, что все учреждения в Европе должны иметь протоколы и средства, необходимые для лечения следующих ситуаций локальной токсической реакции на местные анестетики и в клинической рекомендации ФАР по этому вопросу они существуют. Ошибки при введении препаратов. Не то и ввели эпидурально. Сукцинилхолин, верокуроний, калия, хлорид, магния, сульфат. Как можно было ввести эпидурально 5 мл эфира, мне сказать очень сложно, но его ввели. Блок до 8-го грудного дерматома, восстановление сенсомоторной функции через 4 часа. Тереноксамовая кислота. Посмотрите, как брат-сестрой дивно-сходных одинаковые ампулы для тереноксамовой кислоты и бупивокаина. Введение интеротекально тереноксамовой кислоты закончилось летальным исходом. Причина летального исхода мне однозначно не совсем понятна, но сам факт он был. И здесь очень важно обратить внимание, чтобы не посыпать пеплом голову, а сделать какой-то конкретный вывод. И вот вывод был сделан в том, что произошло изменение непосредственно внешнего вида ампулы бупивокаина. Причина ошибок – это нечитаемые надписи на ампулах, схожий вид ампул, отсутствие двойного контроля, невнимательность и просто банальная усталость персонала. И заканчиваем нашу сегодняшнюю с вами встречу тем же самым слайдом, с которым мы и начинали. Осложнения были всегда, есть и будут, но нужно и можно добиться их снижения, если будут приняты основные меры предосторожности. И от имени всего нашего дружного коллектива Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Петрова я хочу всех вас, уважаемые коллеги, поблагодарить. И мы готовы всегда за доброе сотрудничество с вами и хотели бы вас пригласить на нашу пятую, пятый Петербургский международный форум «Белые ночи». Благодарю вас, уважаемые коллеги, спасибо за внимание. Продолжение следует...